Театр Аллы Пугачёвой это поп-музыка, но театр Аллы Пугачёвой это и жизнь Аллы Пугачёвой. Для человека сцены понятие театр и жизнь, возможно, сливаются, как в романе известного писателя. Это для звёзд и за хлебом, а если да, то за хлебом или для того, чтобы показать, что ходит. Да и вообще, как быть звездой в стране, где столько бедных и несчастных. И где больше театра Аллы Пугачёвой? На Олимпийском проспекте или вне его? Итак, вопросы Аллы Пугачёвой. Вот, да, во Франции. Вот кого бы из современных наших политиков вы могли вот оценить, хотя бы так? Да. На словах они все очень сексуальные. Когда вы в последний раз стояли в очереди? И зачем? Ну, знаете, это было так давно. Я даже не помню, зачем. А он где-то за границей. Борис Николаевич Ельцин почувствовал себя более свободным человеком после того, как облетел на вертолёте американскую статую свободы. А что нужно вам, чтобы почувствовать себя более свободной? Ну, я себя чувствую всегда свободной. Даже в самые тяжёлые времена, когда говорили, что её нет, я чувствовал себя внутренне всегда свободной. Мне для этого совершенно не надо было облетать статую свободы. Алла Борисовна, политический вопрос композитора Пугачёвой. Не хотелось ли вам написать новый гимн Советского Союза? Мне бы хотелось бы, чтобы жизнь, прежде всего, наладила здесь наша человеческая жизнь в Советском Союзе. А гимны тоже, по-моему, вторичны. Алла Борисовна, сейчас наше общество крайне политизировано. И многие работники искусства, даже порой не имея профессионального опыта, уходят в политику. Ну, например, народный депутат Кобзон. У вас не возникало такой мысли выдвинуть свою кандидатуру на постнародного депутата? Знаете, у меня ни секунды не возникала такая мысль. Потому что, во-первых, я ещё попить хочу. Кобзону можно уже там посидеть. А я ещё на сцене постоять хочу. Алла Борисовна, в своё время Тина Тёрнер давала концерты для первой леди Америки Нэнси Рейган. Скажите, вам не было предложения от первой леди СССР? Не было. А кто мог бы дать концерт для первой леди нашей страны? Знаете, я, честно говоря, не знаю. Потому что я никогда на таких концертах не участвовала. Первая леди страна настолько, можно сказать, появилась. Я думаю, что просто тот круг, который вокруг нашей первой леди, просто не могут дозвониться. Очень трудно. Алла Борисовна. Пускай девушка. Алла Борисовна, можно сказать, что вы одна из первых, кто посвятил свою пластинку перестройке. Я имею в виду пластинку, как тревожен этот путь. Собираетесь ли вы работать в том же направлении? Ох, это уже, конечно, больше политический вопрос. Потому что мне трудно, конечно, конкурировать с такими дамами, подкованными. Я всегда считала, что перестраивать просто практически нечего. Надо что-то строить. Потому что наше общество как-то привыкло жить на разрушенном и на разрушении. Созидать надо этому еще учиться. Вот, поймите правильно. Пластинка, она посвящена, конечно, была не перестройке. А вот строительству какого-то нового духа и желанию жить по-новому, может быть, она и была посвящена. Алла Борисовна, и все-таки, вот, вы понимаете, так состоится такое впечатление, что вы занимаетесь политическими прогнозами. Вы поете «Эй, кто там наверху», и от нас уходит товарищ Черненко. Вот. Потом вы без своих, чтобы чужие боялись, и Борис Николаевич Ельцин снимают. Проясните эту ситуацию. Это какая-то странная. Видите ли, в чем дело? Меня, как правило, позже показывают. Обычно я пою как результат чего-то. Алла Борисовна. Алла Борисовна. Я прошу прощения. Пожалуйста. В одном из интервью вы как-то сказали, что в основном по-настоящему пашите вы и пресняков. Какие виды на урожай у вас? Ну, знаете, дело в том, что публика практически сейчас ни на кого не ходит. Вот она то ли стала более грустной, то ли ей надоело фальшь какая-то или пение под фонограмму. Не знаю. Они стали больше разбираться, потому что у нас количество музыкантов в разных направлениях музыкальных, оно появилось. Это количество. А качества еще нет. И вот, во всяком случае, у нас в театре мы можем сделать сборы только я. Ко мне идут люди. И Володя Пресняков, к нему идут люди. Это такая огромная ответственность, о которой я и говорю прежде всего, что они к нам идут. Так что урожай, можно сказать, сердцами собираем. Я понимаю ваш вопрос. Здесь вопрос, Алборис. В своем интервью вы сказали, что в детстве мечтали быть журналистом, но сейчас рады, что им не стали. Чем вы это объясните? И как вы вообще относитесь к журналистам? Я не очень хорошо отношусь к журналистам. Во всяком случае, я их как-то не встречала интересных и хороших людей. А именно в журналистике. Наверное, это относится больше к радиожурналистам и тележурналистам. Потому что мне не везло на таких людей. Мне приходится просто скрываться от них порой. Я не люблю. Они никак, эти люди, не могут понять, что интервью это не исповедь еще. Вот как только появляется журналист, который это понимает, я отдаюсь ему полностью. Еще один вопрос. Вы неоднократно бывали за рубежом. Вот такой вопрос. Какое чувство вы испытывали там по отношению к своей стране? Вот когда все видели ту ситуацию и сравнивали с тем, что происходит у нас? Вы знаете, когда я первый раз появилась за рубежом, это было в 1971 году. Для меня самый такой зарубеж был это ГДР и военный городок наш, он сдох. Даже уже там, понимаете, я заплакала. Думаю, вот ничего не видим, ничего не знаем. Сейчас, когда у меня есть возможность посмотреть на мир, я вам скажу, что мне очень жаль нашу страну. Мне очень жаль, потому что систему, он назвать как угодно, там, измы, измы, все. Но она должна быть на благо наших людей. Потому что это все равно. Мы несчастные люди, потому что мы не знаем, как жить. Вот я сейчас видела вот эти кинокадры, когда женщина говорит, да у меня все хорошо, да нормально же, лон, давай работать все. Если бы она видела, собственно, как надо жить. Если бы она, наверное, читала бы Ленина, который сказал, лучше запады грести обеими руками, она бы так не говорила. А если бы мы гребли, то, наверное, не изобретали бы то колесо, которое сейчас пытаемся. Касу имущих в последнее время. Алла Борисовна. Но если все то, что я сейчас имею, разложить на все годы, которые я не имела, то все равно очень мало. Значит, классу не имущих. Переперальная демократическая партия. Владимир Богачев. Алла Борисовна, настоящее искусство, это прекрасно. А скажите, как в целом искусство и лично вы относитесь к неформальным движениям? Я как человек, который в искусстве был всегда неформальным, конечно, я отношусь очень хорошо. В одной из телепрограмм вы сказали, что любите ездить в метро. Скажите, как вы относитесь к нищим, которые просят милостыню в переходах в метро? Вы знаете, этот вопрос был задан, езжу ли я в метро, был достаточно глупый. И ответ, честно говоря, был тоже для дураков. Поэтому я удивляюсь, что вы так милая женщина сейчас спрашиваете. Ну как же я езжу в метро, милая моя? Я могу только поехать, действительно, потому что одно-две остановки. Там не узнают, просто не успевают. Как же я могу там пройти, когда пройти не могу по улицам. Поэтому я вообще к нищим отношусь. Вы знаете, всегда у меня сердце сжимается. Потому что это во всем мире нищие есть. Если они доходят до такой точки, можно сказать, смирения со своей жизнью или наоборот. То есть это я видела нищих протестующих, которые не нищие, понимаете, я видела нищих духом. Я видела людей, которые просто обманывают, это целая мафия якобы нищих. А вот люди, которые действительно нищие, я не знаю, в метро или встают, я вот вижу этих бабушек около церквей. Около церкви какой-нибудь. Вот это страшное явление. Потому что, если говорить о каких-то один-два примерах, мы же все нищие, в общем-то, в принципе. Мы и так сейчас ходим, вот эти совместные предприятия с этой протянутой ручкой. А вот эти нищие, это уже, их невозможно, понимаете, подаянием спасти. Надо спасать всех нас, прежде всего. Еще вопрос. Алла Борисовна, Вы вообще верите в нашу политическую власть? И если бы здесь присутствовал, предположим, генеральный секретарь ЦК партии, какой вопрос бы Вы ему задали? Ну, честно говоря, вообще среди Вас хотелось бы сидеть, потому что меня сейчас только вовлекают в борьбу. Я как раз тот самый народ, который стал интересоваться чем-то. Вот вопрос, кстати, я задал бы не только генеральному секретарю, а все время хочу понять, мы спешим или медлим? И Вы знаете, это не только я не понимаю, не могу дать ответ на этот вопрос. Это многих вопросов тут, в душе у каждого, спешим мы или медлим? Я второй раз только на этой передаче взгляд, и в первый раз я сказала, что нам мешает только дремучесть. Так вот, дремучесть и моя, я тоже не могу понять. Спешим мы или медлим? Алла Борисовна, Вам нравится, как изображают женщину на календарях, кооперативных, всевозможных брелоках, да и в ряде последних фильмов, что мужчинам нравится, я знаю, а Вам? Я, честно говоря, их не вижу. Еще один вопрос. Как известно, человеком движет во многом мечта. Вот сегодня у Вас есть мечта? Если бы у меня ее не было... Я хотел бы сказать, что это за мечта? А сейчас, в данный момент, какая у меня мечта? Ну вот мечта – это строительство театра. Строительство театра, которое, я не знаю, но, надеюсь, за 2-3 года он построится. Это театр не для меня, это театр для песни. Алла Борисовна, в интервью одной из радиопрограмм Вы сказали, что помогаете молодым звездочкам выйти на эстрадный небосклон. Вы действительно считаете их талантливыми или это просто личные симпатии? Нет, я считаю их талантливыми. Или хотя бы потенциально талантливыми людьми. Но в моем театре это не школа пения, конечно. И, может быть, это называется вкусовщина, но у меня все-таки есть определенный вкус. И я люблю особую категорию музыкантов, высоко грамотных. Понимаете, музыкантов прежде всего, а не таких оригиналов на сцене. В какую магию Вы верите? В белую, черную, красную? Может быть, в магию недоучек? Я в белую. У нас с небольшими-таки полосочками.